Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи. У кого какое время и у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивьена. На канале Ведунья Вивьена. Есть ещё канал Вивьена из атерика и жизнь. Это про отношения мужчины и женщины. А канал третий, секреты света, это про интересное, что творится в нашем мире. И какие потоки ясновидения, а также у меня есть контакт, я как контактёр выступаю, контакты с цивилизациями, что нас может ожидать. А сегодня мы такую тему затронем. Начинается скоро новый месяц, и мы как раз посмотрим, ну вообще посмотрим, что вот хорошие новости, какие хорошие нас ожидают в будущем. Вот это да, и мы действительно, я взяла сегодня вот такие вот удивительные тибетские карты. Это очень удивительно, обычно не на кубиках делаются, но вот они у меня как карты. У меня были они так сделаны и на кубиках. Ну вот у меня как карты, надо мне на кубиках восстановить. И будем смотреть, и на всё мы посмотрим, что нас хорошее ждёт. Кому надо лично, личные расклады, мои контакты, вот видите, плюс 995-593-36-95-44 на экране, в описании, в закреплённом комментарии. Также смотрите короткие видео-шорты в ТикТоке, в Инстаграме. Смотрите меня в Дзене, пожалуйста. Есть группа, где очень много ритуалов, это в Фейсбуке. Так, и с чего мы начнём? Я очень благодарю вас всех, девочки, за ваши комментарии. За тех, кто добился того, что писали вот про паспорт, что страхи отошли. За тех, кто слушает, слушает мои видео, мои психологические советы. Я не люблю давать советы, каждый поступает сам, и у вас просветление ума. Потому что сейчас идёт отбор, кто-то косой туда и не вернётся никогда, помните это. А кто-то останется в новом, в новой жизни. Земля меняется. И вот это мой сертификат, чтобы вы знали, кому надо именно регрессивным гипнозом, кому надо что-то посмотреть, кому надо посмотреть. Или там человек умер, вы хотите что-то спросить. Не очень люблю с мёртвыми, но вот таким образом можно узнать всё, можно, что творится, что будет происходить. Всё можно узнать. Пожалуйста, обращайтесь за чистками и вот за таким вот интересным таким вещами. Здесь, если чистится по регрессивному гипнозу, то вычищается на эфирном теле всё. Вы как конфетка становитесь вкусная. Ну и давайте сначала смотреть. Вот первое. Какие хорошие новости нас ожидают в будущем? Я сейчас разложу. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Так, все задумались ни о чём, не думать, отодвинуться. Так, и теперь мы вместе с вами, я через вас выбираю карту. Две нужно выбрать. Вот одна. И вот вторая. Всё, остальные нам не нужны. И наше прекрасное будущее, прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, прекрасное далёко. Помните, я начинаю жить. Так, и у нас две карты на па. Я пока ищу тут это на па, потом я посмотрю. Это у нас будет финальное. 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 А теперь начнём, начнём смотреть. Давайте, что нас ожидает. Это я просто потом посмотрю. В конце прочитаю. Это у нас будет как бы итог, чего нас ожидает. Чего нас ожидает. Так, я тут задерживаюсь, потому что решила посмотреть, что это ожидает. Так, ну давайте смотреть, что хорошее нас ожидает вот в ближайшем будущем. Что хорошее. Так, будем смотреть. Знаете, как бы на три декады. То есть, это не варианты. Просто смотрим, что хорошее нас ожидает в будущем, в ближайшем. А это у нас итог. Мы вытащили две карты тибетские. Достижение целей у поколения. Ух ты! Посмотрите, что. Что хорошее ожидает в будущем. Но кому-то, говорю девочки, кто смотрит, кому-то брак, кому-то какой-то договор. Кто-то может выйти замуж, кому-то предложит действительно руку и сердце. У кого-то будут начнется новые отношения. Потому что карта, карта кольцо. А у кого-то будет действительно контракт по новой работе, еще о чем-то. Будет новое, новое такое. Мы будем смотреть. Смотрите, что-то я сегодня никак не могу вот там разговаривать. Посмотрите, что нас ожидает в ближайшем будущем. Я смотрю и на себя, и на вас. Здесь будут... Вот это как бы в прошлом. Вот все печали, все трудности, которые казались непреодолимы. Вдруг, каким-то образом, вы вот из этого ада попадаете в рай. Вы попадаете в рай, в райский сад. Вот вдруг вы почувствуете, что снег пахнет, что луна светит, что солнце, даже в зимнюю погоду, кто в России, там, в Украине живет, в Казахстане, обжигает своим теплом. И что ожидает, я говорю, да, здесь ожидают перемены. Потому что мы смотрим новое будущее и хорошие новости. Потому что трудности... Вот откиньте эти трудности, которые у вас есть. Не надо зацикливаться. Вот уберите эту гору. Не надо. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Вот и вы обходите. И тогда вы, обойдя эту гору, вообще отойдете, видите? И вы попадаете в райский сад. Где фонтаны, где открыты двери в благость, на удачу. У кого-то будет новое знакомство, у кого-то будет действительно предложение, а у кого-то будет договор на что-то очень, ой, очень счастливое. Мы сейчас это посмотрим. Что у нас тут за договор? Что у нас тут за договор? Мне просто само интересно, будет заключен договор. Договор для того, чтобы подниматься куда-то вверх. Договор будет заключен. Да, у кого-то карьера, у кого-то работа, у кого-то клиенты будут. Восьмерка пентаклей. То есть будете трудом достигать своих целей. Трудом. Просто так, как говорят. Скажите мне, пожалуйста, какой-нибудь заговорчик, чтобы я в лотерею выиграл 3 миллион долларов. Это все глупость, потому что за просто так, потом надо будет платить. Что это будет? Да, у кого-то это будет знакомство, а у кого-то это будет, будьте только осторожны, потому что тут будут завистники. Вот вы будете вперед идти, допустим, в работе, потому что тут можно смотреть в работе, в карьере, да, вперед. Будут сразу завистники. Вы расслабитесь и не заметите, как эти завистники начнут шуши и муши около вас крутить. Если у вас отношения, то будьте осторожны. Очень много есть девушек не очень такого трудного поведения, которые могут препятствовать вашему мужчине и могут его покупать. То есть им нужны будут его средства, его ум, еще что-то. Вам что, всегда есть предупреждение. Давайте смотреть, а в какие райские кущи-то вы попадете? Что нас ждет, в какие райские кущи? Здесь тоже говорится, что здесь будут перемены. Шестерка Пентакли, она всегда говорит о том, что или кто-то вам даст часть каких-то денег или средств, кто-то получит по судам, кто-то получит, кто-то им должен был, долги получите. Распределение кому-то придется самому отдать, чтобы вырваться из вот какого-то мрака, в котором вы, которым сейчас. И тогда у вас пойдет движение вперед вы. Но прошлое будет еще немножко тянуть. А мы же хотим хорошие новости. И это хорошие новости. Вы будете вспоминать о прошлом. Вот сядете, задумаетесь и скажете, а пошло оно? А пошло оно нафиг? И пойдете дальше. И куда вы пойдете дальше? А дальше идет, да, вперед с песнями, вперед. Что еще ждет? И опять, знаете, очень много карт монет. То есть идет именно такое материальное больше, чем духовное. Но иногда монеты говорят о том, что, когда человек растет духовно, то есть знает, куда идет. Вот у вас начнется, вот в ближайшее время, вы будете знать четко, куда вам идти. Вы поставите цель, и как будто сверху вам будут высшие силы шептать и говорить, ты вот сегодня встань, иди свое резюме, отнеси туда-то. Ты вот сегодня встань, приготовь своему мужу вот такое-то, такое-то. И он очень хорошо к тебе будет относиться. Вы будете слышать. Вы будете слышать послание небес. И тут идет предупреждение. Слушать внимательно, что вам говорят, и свои язычки закрыть, завязать на замочке. Потому что если вы в этот момент, вам вот должно открыться что-то новое, если вы начнете какие-то делать разборки, мстить, ругаться, это в отношениях может быть, это может быть у вас, у кого как, смотрите по ситуации, в личных отношениях, все, вы все попортите, и уже не попасть вам в этот райский сад, и вот этого колечка договора или колечка вам уже не видеть. Тут четко говорит предупреждение. Закрыть рот на замок, просто так не конфликтовать, не взрываться, не вызывать на такие вот капризы, как наши женские такие капризы. Давайте еще посмотрим, а что нас ждет, в чем мы посмотрим. Давайте вот так посмотрим, еще на этом втором посмотрим. Что хорошее, какие новости, новости какие вы узнаете. Ну, вот здесь действительно идет, у кого-то кто-то любит. Да, вот здесь идет, знаете, вот какие новости. Вот мужчина. Мужчина, который по жизни, я не говорю по судьбе, да, это может быть кармическая связь. Здесь мужчина, это может быть и вы, как бы перевоплотитесь из дамы кубков, которые просто любят, в даму монет, которые вот уже будут расчетливые. Такие женщины, это именно женщины-жены, женщины, которые оберегают мужчин. У некоторых может выйти, конечно, треугольник, но здесь я вижу вас, вот вы с этим человеком по жизни, здесь может выпасть именно и даже, ну, дочка или что-то какое-то, недоразвитость какая-то. Какие новости вы узнаете? Вы узнаете новость, вы узнаете новость о каком-то короле, это король у нас, о мужчине, о том, что этот мужчина предпринял какие-то действия, но они не дозавершены и завершить почему-то нужно будет вам, потому что тут будет выбор. Этот, вот этим известием вам будет поставлен вопрос, быть или не быть, вот в чем вопрос. Что еще будет? Посмотрите, какие интересные карты. Вот смотрите, что идет. Идет, что вы должны, вот идет известие о том, вот, девочки, кто болеет, у того будет такое, что вы скажете, нет, мне важно мое здоровье, чем какие-то личные отношения или карьеры, или еще что-то. Я выздоровлю, потом все начну идти вперед. Вот тут будет такое. Или от кого-то вы узнаете весть, что человек выздоравливает, но он отошел, например, от дела. Сказал, я не буду заниматься с тобой бизнесом, я не буду заниматься чем-то. Ну, то есть вообще отойдет. И что вы узнаете? Вот для тех, кто вот такой сильной женщиной вдруг скажет, а не нужна мне никакая любовь, отойду я от этой любови, получит триумф, это будут очень важные вести, получит триумф в работе, в бизнесе, в карьере. Да, и движение вперед. И, может быть, то есть у некоторых будет новый мужчина, мужчина, который в форме, это для тех, кто отбросит вот это вот прошлое, мужчина, который в форме. Для тех, кто не отбросит, потому что если мы что-то не отбрасываем, то мы возвращаемся назад, и нужно это обратное все время крутить. Мужчина. Для чего этот мужчина придет? Мужчина в форме, ну, чаще всего в форме, или мужчина, который, ну, не очень такой духовно вперед. Да, мужчина, который меч как жезл, как ключ. Мужчина, который что-то пережил, может быть, даже чей-то уход и очень сложный. Мужчина, который рубит с плеча, и от этого именно мужчины, вы или познакомитесь, или от кого-то придет, это может быть из налоговой, из каких-то еще департаментов. Смотрите по своей ситуации. Придет вот какое-то уведомление, справка, документ. Может, у кого-то из судов, у всех по-разному же жизнь складывается. И вот с этим мужчиной вы даже как-то можете познакомиться, но мужчина очень сложный. Если он что-то решил, все, он отрезал, значит, отрезал. Бесполезно. Давайте еще посмотрим, что ж нас все-таки, что нас все-таки ожидает. Хочу на обычных картах. Уж раз пошла такая у нас тут узнаваловка, какие новости. Ну, давайте посмотрим, какие еще у нас новости в ближайшее время хорошие ждут. Ну, я говорю о короле новости. Свидание с этим королем. Оно может быть немножко суховато. Свидание с королем будет или его там писанина в интернете, смски или что-то. Но здесь, говорю, тут идет, что ни в коем случае никаких конфликтов. Тут надо слезы или что-то закрыть, потому что здесь идет, что может быть свидание или разговор, и он будет такой конфликтный, не очень, ну, не в очень такой доверительной форме. Здесь надо, предупреждение, перекрыть. Просто вот как-то посчитать, как я говорю, посчитайте до 10, вдохните и выдохните, но не ругайтесь, ничего не требуйте. Да, и тогда здесь действительно какие новости будут. Вы узнаете о любви человека, который действительно вас любит. Но тут на страже единственное, что говорю, новости-то хорошие. Но есть женщина, которая там попадала, женщина, которая мешает. И она близко. Но мужчина почему-то к вам. Мужчина к вам. Мужчина любит вас. К вам чувства будет иметь. Вот это новости, которые будут. Будут хлопоты из-за этого мужчины. Будут у вас какие-то дороги, тоже будут деловые дороги, да. Будут новости у вас из казенного дома, и у кого-то, да, действительно, прибыль от казенного. Ну, казенный дом – это любые казенные дела, любая работа, любое, что дает нам деньги. И здесь, да, идет, что будут действительно деньги. Идут в дом. Казенные деньги идут. И еще как идут. И у кого-то это будут большие деньги. Кто-то что-то или приобретет, или продаст, или действительно заключит договор, или договоры, по которым будут получать деньги. Замечательный расклад. Замечательный. И мы должны посмотреть финал на ПА. У нас получилось на ПА. Смотрите, это вот означает, вот это сочетание в тибетском гадании означает драгоценный сосуд, заполненный до краев. Вы представляете, вот я даже не ожидала, потому что тут очень много обозначений. Вот я вам читаю. Хорошие новости. И смотрите, что будет в ближайшем времени. На ПА. Драгоценный сосуд, заполненный до краев. Вот сейчас я вам беру. Запомните это. Сделайте перепост этому гаданию, потому что это вот кто это гадание послушает, хотите, оплачивайте донаты, хотите, нет. Это ваше дело, потому что вы оплачиваете донат, вы делаете то, что программа исполнится. Вот эта программа на ПА на ближайшее время. И деньги, и все тут идет. Сейчас я вам дочитаю до конца, потому что здесь нужно именно четко сказать, что это значит. Драгоценный сосуд, заполненный до краев. Все, что было повреждено или испорчено в недавнем прошлом, теперь должно быть исправлено или переделано заново. Начните с созидания себя, настроения вдохновляющего, творческого. Оно поможет выбрать верное направление и наметить перспективные планы. В семье, что у вас будет? Наступает благоприятный период развития и процветания семейных отношений. Что в имуществе и в деньгах? Период улучшения вашего материального положения. В личной жизни. Личная жизнь – это вы. Вот доверяйте своему сердцу, а не сознанию. Только оно способно подсказать нужные пути. Что будет в карьере, в друзьях? Примирение со старыми приятелями. Не исключены новые знакомства. И что с врагами-недоброжелателями? Возле вас в данный момент вот таких очень сильных врагов нету. Но вот тут вот, видите, будьте осторожны. Около ваших друзей или любимых могут быть такие враги. Отдых. Он обещает, вот если вы хотите куда-то отдохнуть, обещает сложиться не просто хорошо, а великолепно. Что с вашим здоровьем предвещает на-па? Па-на или на-па. Все равно как это будет. Что оно предвещает? Немного недомогания, но это из-за каких-то вот усталостей. И легкое недомогание, но никаких рисков, осложнений. И что вам надо в самосовершенствовании? Небольшие осложнения, носящие объективный характер. Ну, то есть, если что-то там зацикленность, нужно убирать. И конкретное дело. Что вам нужно в конкретном деле? Чуточку ожидания и волнения, пока дела придут в ожидаемое состояние. Ну, здесь идёт, видите, деньги. И действительно замечательное вот это вот сочетание. Пусть оно сработает как программа. В комментариях внизу пишите на-па-на-па. Пишите своё имя и говорите. И пишите на-па. И эта программа заработает на счастье, на увеличение благополучия вашего и материального, и духовного. До новых встреч! С вами была Вивьена. Пока-пока!